Всем привет, с вами я, Артём. Темой сегодняшнего видео будут крутые аддоны. Если вы смотрели прошлое видео, то переходите в плейлист, находящийся в описании. Со временем он будет расширяться и выполняться новыми видосами. А перед началом, как всегда, по традиции, оставьте в комментариях стоящие минимум четырёх слов. И обязательно смотрите этот видос до конца, для того, чтобы он продвигался алгоритми ютуба. А сегодня я покажу вам 10 крутых аддонов, найденных в мастерской Гаррис Мода. Наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Начнём мы сегодня с аддона RackDK. Гаррис Мод, как собственный Half-Life, вышел в свет уже очень давно. На тот момент халва казалась чем-то невероятно технологичным. Одним восхищались физикой, другие были поражены графикой, а третьим просто нравился сюжет. Халва, хоть и была революционной для своего времени игрой, но далеко не всё в ней было идеально. Благо, мы живём в эпоху модов, и любой даже самый незначительный изъян можно пофиксить небольшой модификацией. К одной из таких модификаций можно отнести RackDK. Этот аддон добавляет одну очень интересную вещь. Если вы ещё не поняли, о чём идёт речь, то поясняю. Благодаря этому моду тела убитых NPC будут не просто валяться как кукла, а постепенно разлагаться. Аддон добавляет как анимацию, так и текстуру разложения. Мод работает далеко не со всеми NPC. Если NPC работает на какой-то базе, то, скорее всего, разлагаться он не будет. Не забудьте поставить галочку рядом с пунктом «Оставлять трупы». Находится она внизу в разделе с NPC. У аддона есть несколько консольных команд, с помощью которых можно изменить скорость разложения, установить время, через которое NPC начнёт разлагаться, и включить или отключить исчезание. Найти их можно в странице этого аддона. Вместе с анимацией также будет воспроизводиться очень неприятный звук. Отключить его, увы, нельзя. Второй аддон называется World Progression. Этот мод понравится фанатам Скорима, Fallout of the Pro и всяких RPG-шек. World Progression добавляет NPC-систему уровней, благодаря которой они будут становиться всё сильнее и сильнее. Простое усиление врагов выглядело бы слишком глупо. Поэтому аддон также добавляет систему престижей, благодаря которой вы сможете покупать различные навыки. Когда мир перейдёт на пятый уровень сложности, все находящиеся на нём игроки начнут получать специальные токены, при помощи которых можно покупать навыки. За комбо-убийство вы будете получать больше опыта. Чем длиннее комбо, тем больше опыта вы получите. Также вы можете создать свой собственный отряд, либо же присоединиться к чужому. Аддон затачивался под NPC Invasion, но также можно играть безо всяких сторонних модификаций. Только вот делать этого я не советую, так как играть будет слишком скучно. При желании можно катить любой другой понравившийся вам автоматический спаунер. Там уж решайте сами, что вам подходит лучше всего. Вся информация и настройки находятся во вкладке утилит в разделе World Prog. Аддон релизнулся в декабре и вполне возможно, что со временем у него появятся какие-то новые фичи и приколюхи. Дальше у нас идёт Resident Evil 2 Inventory. Вообще, я хотел записать отдельное видео со всякими модами по Resident Evil 2. Но поскольку старая часть сейчас уже практически никому не интересна, то я решил сложить эту идею в долгий ящик. Resident Evil 2 Inventory добавляет тот самый инвентарь из второго резака. Поначалу я подумал, что это просто какая-то визуально бессмысленная приколюха. Но, как оказалось, инвентарь и правда выполняет свою прямую задачу. Вы можете положить в него, к примеру, аптечку и потом при необходимости её использовать. Для того, чтобы открыть инвентарь, нажмите F3. А для того, чтобы положить в него какой-то предмет, нажмите левый Alt и нажмите клавишу E. Помимо визуального оформления, у него также имеются те самые легендарные звуки старого резика. Для большей атмосферности можно использовать моднофиксированную камеру и графику, как на первой сонке. Аддон добавляет небольшую мини-игру, работающую на любой карте в любом режиме. Речь идёт о игре под названием «Захват флага». Этот режим присутствует во многих сессионных играх. Но почему-то первое, что мне приходит на ум, это Team Fortress. Правда, там был не флаг и развед данный, но сути это особо не меняет. Правила просты. Есть две команды, у каждой из которых есть флаг. Для того, чтобы победить, вы должны схватить флаг вражеской команды и принести его к своему энное количество раз. За каждый принесённый флаг ваша команда будет получать один балл. У аддона нет ни таймера, ни какого-либо предела набираемых очков. Первый легко фиксится при помощи стороннего аддона. А вот по поводу очков придётся договариваться перед игрой. На какие-либо обновления рассчитывать не стоит, так как аддон был загружен с украденного аккаунта. Настоящий владелец спустя годы смог установить пароль. Но поскольку за моддинг он совершенно не шарит, то и ждать от него каких-то обновлений явно не стоит. Да, ситуация странная, но бывает и такое. Дальше у нас идёт Dynamic Item Drops. Этот мод просто идеально подходит к World Progression. На начальных левелах NPC какой-то угрозы не представляют. Но вот когда они прокачаются и разжереи, то там уже начнётся самое настоящее выживание. Стрелять нам придётся много и долго. А это, как вы понимаете, чревато опустошением всего нашего боезапаса. Дабы не попасть в просаг и не остаться с пустым магазином, воспользуйтесь Dynamic Item Drops. Благодаря этому аддону на телах убитых NPC будут оставаться патроны, аптечки и броня. Причём количество падаемых предметов можно настраивать. И если вдруг 10 патронов вам мало, то вы можете выкрутить ползунок на максимум и получать сразу 50. Патрон выпадает именно на ту пушку, которая сейчас находится у вас в руках. Также можно включить реалистичный дроп. С ним противники начнут ронять только те вещи, которые есть у них самих. К примеру, из комбайнов начнут выпадать батарейки для костюма, патроны на винтовку и энергетические шары. Все нужные настройки находятся во вкладке опций в разделе Item Drops. Следующая модификация называется Simple Weapon Throwing Addon. Давным-давно в одном из своих старых видосов я показывал мод, позволяющий выбрасывать оружие. Мод полезный, спору нет. В мастерской имеются другие, более крутые версии. Благодаря Simple Weapon Throwing вы сможете не просто выбрасывать оружие, а ещё вдобавок дамажить им врагов. Не сказал бы, что оно наносит какой-то там запредельный урон. Но для того, чтобы, к примеру, добить противника, этого броска вполне себе хватит. Чтобы аддон работал, сначала пропишите эту команду. X можно заменить на любую другую удобную для вас клавишу. Повреждения у брошенного оружия вроде как рандомные. Иногда оно сносит 50 кипов, а иногда вообще 5 или 10. У аддона имеется собственное окно настроек. Если вы подумаете, что кроме регулировки дамага и отключения аддона там больше ничего нет, то вы очень сильно ошиблись. Настроек там столько, что по сравнению с ними даже приборная панель самолёта покажет вам чем-то элементарным и очевидным. Дальше у нас идёт First Person Body. Если опустить камеру вниз, то вы не увидите ни своих ног, ни своего тела. Мем, конечно, смешной, но ситуация страшная. Складывается ощущение, будто бы мы играем из-за какого-то инвалида, у которого есть лишь голова и непонятно к чему пределные руки. Хотелось бы, чтобы помимо рук также были видны и ноги. Нечто подобное, кстати, уже можно было пронаблюдать в том же Left 4 Dead. Игрушка хоть и старая, но некоторые моменты в ней проработаны настолько хорошо, что местами она выглядит даже лучше всех этих современных шутеров. First Person Body исправляет эту, скажем так, проблему. И позволяет видеть под собой не пугающую пустоту, а самое настоящее тело. А дом поддерживает все стандартные анимации. Вы можете бегать, прыгать, приседать, в общем, делать все, что угодно. Если вдруг вы захотите отдалить тело, то пропишите в консоль эту команду, указав нужное вам значение. Сев в машину, никаких ног вы, к сожалению, не увидите. Хотя, о чем я вообще говорю? Сев в машину, превратите в самую настоящую человека-невидимку. Без рук, ног и остальных частей тела. Но так было изначально, так что вопросов не имею. Следующий аддон называется React Doll. Это довольно специфичная штука, нацеленная на расширение возможностей рэгдоллов. По сути, это, если так можно выразиться, универсальный набор конфигураций, улучшающий поведение рэгдоллов. Адон добавляет просто кучу всяких изменений. К примеру, враги теперь будут реагировать на полученный ими урон перед смертью. Они будут реагировать на огонь, физику, пулю, взрывы и даже шок. Если враг загорится, то он будет махать руками и бегать из стороны в сторону, пытаясь потушиться. При пулевых ранениях NPC будут хвататься за больные места и все в этом духе. Но у видений здесь в вагоне маленькая тележка. Ознакомиться с ней можно странице аддона. Если вас не устраивают те или иные приколюхи, то зайдите в раздел с утилитами и отключите ненужные вам фичи. Адон, конечно, прикольный, но иногда рэгдолл начинает очень сильно колбасить. Отчего становится одновременно и весело, и грустно. А иногда даже и страшно. Мод очень специфичный и зайдет далеко не всем. Девятый аддон называется Random Map. В мастерской имеется просто какое-то невероятное количество карт. Есть как откровенный трешак, так и самые настоящие шедевры. На поиск интересной карты может уйти как несколько минут, так и целый час. Чтобы не тратить свое время впустую, воспользуйтесь Random Map. Этот мод позволяет вам сменить карту на абсолютно случайную. Аддон не имеет какой-то базы данных. Он получает карты в режиме реального времени прямо из мастерской. Никогда не знаешь, на какую карту тебя может закинуть в следующую секунду. Это может быть как какой-нибудь легендарный РП Сауэрс Сайт, так как какой-нибудь трешак, сделанный начинающим маппером. Для того, чтобы открыть меню этого аддона, пропишите в консоль следующую команду. Не знаю, качает ли этот аддон скрытые карты, но если вдруг все-таки у него имеете к ним доступ, то есть шанс наткнуться на что-нибудь криповое или даже запрещенное. В общем, скучать вам точно не придется. Кстати, рассказывайте в комментариях, куда вас закидывал этот мод, подалось ли вам что-то жуткое. Дальше у нас идет Доллар Баст. Думаю, всем знакомы ситуации, когда, убегая, к примеру, от NextBot, вы пытались быстро забежать в дверь, но из-за медленной анимации открывания двери вас догоняли и разрывали на куски. В такие моменты начинаешь проклинать того, кто делал все эти долбаные медленные анимации. Спешу вас обрадовать. Наконец-то появилось решение этой неприятной проблемы. И называется оно Доллар Баст. С этим аддоном вы забудете, что такое медленная анимация двери. Да и что такое дверь в принципе. Теперь вы можете открывать двери прямо на бегу, не теряя при этом скорость. Аддон не работает с закрытыми на ключ дверьми. Так что открывать таким образом заблокированные двери у вас, увы, не получится. Да и если так подумать, то это было бы слишком читерно. Большинство хоррор карт пробегают за просто минуту за две. Аддон работает как со стандартными дверями, так и с кастомными. Теперь вы можете бегать где угодно, как угодно и когда угодно. Ни одна дверь вас не остановит. А на этом сегодня все. Обязательно пишите в комментарии, какой задонов вам понравился. Рассказывайте о других на Сдефайм прикольных модификациях. А также делитесь этим видео с своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик с выбором всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на меня в Телеграме. Залетайте на Штривак Дискорде. А также смотрите и другие мои видео. А с вами был я, BlackRainbow. Хорошего вам настроения. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.